Васильевка. Село в Дубосарском районе. Здесь порядка 100 жителей. Всего 50 домов. Вторые сутки они без света. Те, у кого было паровое отопление, остались еще и без тепла. Люди колят дрова и топят старые печки, чтобы не замерзнуть в 15-градусный мороз. Тяжело. Отопление у меня замерзло. Не знаю, как делать, что делать, как его обновить обратно. Но что делать, зима есть зима. В процессе образования гололеда на проводах произошел обрыв проводов и разрушение изоляторов. На данный момент бригады занимаются восстановлением. Задействованы все работники РЭСа. Второй день. РЭС восстанавливает электролинию. Работать трудно. Мороз. Накануне ночью восстановили электроснабжение пяти сел. Еще чинят километры обледеневших проводов. На помощь дубосарским электромонтерам приехали бригады из Тирасполя, Слободзея и Бендер. В такой мороз на вышке это минут 10-15 и не больше, потому что руки замерзают. Поэтому стараются меняться. Один поработал, один спускается, ну, пускают его вниз с вышки, идет греется. Мы собрали дополнительные бригады еще с четырех РЭСов. Это с Тирасполя, Слободзея, Бендер, Рыбницы в помощь бригаде, чтобы сегодня постараться максимально все устранить и подать напряжение нашим потребителям. В результате этой непогоды также будем сейчас делать определенные выводы. После всей этой ситуации уменьшать пролеты, устанавливать дополнительные опоры, скорее всего, чтобы уменьшить в будущем такие возможные последствия. Накануне света не было и в Слободзейском районе. Из-за непогоды отключились четыре подстанции. В Первомайске и Трехселах – Фрунзе, Новокотовске и Незавертайловке. Специалисты говорят, виновата редкое явление – пляска проводов. Все из-за гололеда и ветра. Когда происходит одностороннее налипание мокрого снега с образованием наледи на проводах, провода входят в резонанс и получается, видите, по таким амплитудам большим провод двигается. Очень большая амплитуда. По нашему опыту, мы видим такое вообще впервые. Приводит к срабатыванию защит и отключению оборудования. Всеми подстанциями Днестр Энерго управляет дистанционно. Если авария, сработает автоматикой и отключит оборудование, чтобы оно не сгорело из-за перепадов напряжения в высоковольтной сети. Отработали в штатном режиме, отработали правильно, благодаря чему оборудование удалось сохранить, оно не сгорело. Было три оперативных бригады, было две ремонтных бригады. То есть люди вчера делали все, чтобы минимизировать последствия стихии. Электроснабжение Слобозейского района полностью возобновили еще вечером 8 января. Сегодня днем в Григорьопольском районе и Дубосарской Новокомиссаровке. Дольше всего ЕРЭ сработали в Васильевке и Новом Гаяне. Там свет подали только к 7 вечера.